Известные красноярцы стали героями анимационного комикс-сериала. Первая серия, которого выйдет на одном из наших телеканалов, кабельном Афонтова 9, уже в понедельник. Такого в Красноярске не делал еще никто. Авторы проекта берут идеи для эпизодов из нашей с вами реальной жизни, что называется «Утром в газете, вечером в куплете». В самом-самом центре России есть город. А в этом городе, вот здесь, есть дом. Денег хватило на ремонт только первого подъезда. А второй так и остался в первозданном виде. Да, и это носом, и мухи. И в аптюш телевизор на сайме уткнулись. Завтра опять обсуждать будут. Телеведущий Ян Ермишов входит в роль. Его мультипликационный герой – житель второго подъезда. Этакий прагматичный дедушка, который всегда философски смотрит вперед. Лекарство, что ли? Ну, лекарство, не лекарство, а эффект есть. А сам-то он чего говорит? Ну, а он говорит, не мое это, а еще говорит, а можно я пойду? Дело в том, что, ну, если посмотреть на личину моего героя, да, и на меня, то мы с ним внешне так похожи. Поэтому для меня это не то, что интересно, для меня это, ну, я, в принципе, да, я жду, я жду. Я думаю, я очень волнуюсь, кстати, как это будет выглядеть первая серия. В общем-то, милок, все очень даже хорошо, и я бы сказал, так очень логично все легло. Известному медийщику Александру Борисенко вместо героя и вовсе досталась героиня. Ой-ой-ой, что ж теперь еще будет? Вот что касается анимации, мне как-то почему-то это всегда интересно. Я не знаю, может быть, это вот детская где-то еще вот так лежит. Анимация это все-таки вот что-то такое, где каждый, мне кажется, видит, радуется. Мне кажется, любой мультик, любой мультик, да, будь он даже там, может быть, политический или остро-сатирический, да, он всегда, он всегда улыбку вызывает. Но бабушки и дедушки это лишь собирательные образы по задумке автора, жителей первого подъезда, известные красноярцы. Так, молодежь, что за шум? Кто у вас главный? Я! Мы тут наши молодежные проблемы обсуждаем, дяденька. Хм, почему в подъезде сидите? А где? Потому что во дворе нет условий для занятий спортом, требуется дополнительное финансирование, дяденька. Срез, такой социальный срез и карька нашего общества. И, кстати, первые буквы героев второго подъезда Степана Михайловна и Иваныч образуют аббревиатуру СМИ. То есть распространяются какие-то догадки, слухи, новости. Ну, в общем, это наша обычная жизнь. Премьера комикс-териала под названием «Второй подъезд» состоится в понедельник в эфире кабельного телеканала «Фонтово 9» в половину девятого вечера. Ну, а повтор смотрите на «Афонтово новости» в 21.00. По сути, когда-то, много лет назад, именно так и начинались ставшие ныне легендарными «Симпсоны» и «Южный парк». Теперь же современное сатирическое мультипликационное шоу рисует и в Красноярске о нашей с вами жизни. Поэтому не пропустите. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-63-1. Свои же комментарии оставляйте на сайте afontovo.ru. Виктор Самусенко, Илья Заречный. «Афонтово новости».